я недавно посмотрел видео ясер акады ясер акады крайний болтун и он сбивает вас с толку он может поднять вопрос и сделать из этого вопроса большую запутанную лекцию и он вкладывает в свою речь личные мотивы как бы мне не прискорбно было говорить об этом был небольшой вопрос который был адресован ему и я не в курсе отправила ли кто-то ему этот вопрос и он мог бы дать на него краткий ответ очень краткий ответ но он этого не сделал все лекции ясер акады включая и последние говорят о том что раньше я был такой а потом изменился раньше я был экстремистом а сейчас стал умеренным это довольно постыдно конечно глупы но не до такой степени и все это осознают но проблема в том что ты сам этого не осознаешь извини но я просто даю совет большинство его лекции вращаются вокруг этого вопроса я был салафитом но больше им не являюсь и он продолжает восхвалять себя и говорить о глубоких исследованиях очень утомительных исследованиях чтобы убедить людей в том что то к чему он пришел можно достичь лишь после долгих тонких исследований да ладно тебе мне это не по нраву и ты не должен быть таким ясер кады однажды когда он был рядом со мной он сказал людям я горд этим шейхом он мой учитель да я тебя знать не знаю я тебя никогда не обучал может ты говоришь о моих книгах я даже не знаю что с тобой хорошо и так задай этот вопрос лично для себя не для того чтобы угодить аллаху а для того чтобы угодить определенным людям которые были бы счастливы услышать от тебя я был салафитом а теперь я не являюсь каждым своим словом ты должен угождать только аллаху и так давайте перейдем к вопросу я решил опровергнуть ясера кады потому что его видео вызвало гнев многих людей и в этом видео он пришел к выводу что обращение к мертвым не является язычеством не является ширком до тех пор пока вы не скажете что вот этот человек бог знаете благодаря такому подходу вы вряд ли найдете много язычников христиане не говорят что мария это бог однако коран говорит что они взяли ее в качестве бога согласно суре аль-ма-ида последних аятах этой суры вы найдете что аллах скажет риса о риса говорил ли ты людям примите меня и мою мать двумя богами наряду с аллахом христиане выходят не язычники до тех пор пока они не скажут что мария это бог согласно корану они мушрики ясер ты должно быть шутишь ты хочешь сказать что в уме никогда не было ширка потому что никогда не было такого что кто-то бы сказал что абдул-кадир аль-джиляне это аллах нет такого не было таким образом это говорит мне о том что ты веришь что в уме не было никакого ширка в этом ты копируешь точь-в-точь суфиев которые говорят то же самое джифри говорит такое да все суфи так говорят если вы не скажете что этот человек бог то это означает что он никого не брал себе в божество и как это это означает то о чем я говорю что нет ширка в этой уме что ты скажешь теперь видишь свою большую ошибку ты веришь в это ты веришь что в уме нет ширка если ты не веришь в это то ты противоречишь сам себе потому что нет ни одного человека из так называемых мусульман который бы сказал что тот кому я взываю это бог таким образом ты сам себе противоречишь своих словах что нет язычества до тех пор пока человек не скажет что тот кому я взываю бог и верой в то что в этой уме есть ширк вот это и есть пагубное последствие твоего ложного вывода и так был вопрос я принадлежу к обществу где взывают к иному помимо аллаха они просят праведников а улья и так просить кого-то помимо аллаха это вопрос многобожия или нет так я сиркады дал длинную лекцию на эту тему и после этого я уже собирался прекратить ее слушать она мне надоело я сказал что я не хочу ее слушать на это уходит много времени я проявил больше терпения я досмотрел и понял что он хотел сказать он разделил мнение на три категории 1 2 и 3 или 1 и 2 б 3 си первое мнение любой кто взывает к другому помимо аллаха он мушрик язычник знает он об этом или нет и он сказал это мнение ваххабитов мухаммада ибн абдул-вахаба я не помню это точно но что я помню так это его ибн абдул-вахаба слова где он сказал когда его обвиняли что он нарекает всех кафирами и мушриками и что они покинули лона ислама он сказал нет это клевета возводимая против нас я не говорил что тот кто просит абдул-вахадир аджеля не вышел из ислама я сказал что он впал в ширк знает он об этом или нет а судейство об этом у аллаха вот это я помню что он говорил когда его лживо обвиняли итак ибн абдул-вахаб разграничивал между знанием о чем-то и незнанием невежды простолюдины могли этого не знать и даже в этом я сиркады хочет послать message я ведь оставил этих людей я отрекся от них я был там в медине но теперь я в сша второе мнение тот кто взывает к другому помимо аллаха он впадает в ширк но он не мушрик из-за своего невежества и вопрос невежества должен быть подробно рассмотрен человек невежественен потому что он не утруждал себя учебой или кто-то хотел что-то узнать но он не смог достучаться ему не помогли если вы не разграничиваете между двумя этими категориями то вы ведете людей к тому что невежество в этом случае лучше чем знание зачем мне изучать если доводы в судный день будут против меня нет 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 позвольте мне оставаться в неведении так будет лучше вопрос который возникает зачем мне учиться позвольте мне быть невежды даже если я впаду в ширк аллах не обвинит меня потому что я был невеждой это делает невежество лучше знаний и аллах ниспослал свою книгу для того чтобы ее читали понимали и практиковали в жизни а те у кого есть возможность читать коран игнорируют тот факт что почти все аяты корана посвящены этому вопросу просить кого-то помимо аллаха и это факт проблема пророка ибрагима со своим народом заключалась в вопросе взывания однажды пророку мир ему и благословение пришел один иудей и сказал так пожелали аллах и ты пророк ответил ты сделал меня равным с аллахом вы должны говорить так пожелал аллах а затем ты так пожелал затем они и ты за небольшое отличие между затем и и пророк сказал ты сделал меня равным с аллахом он не спросил сподвижников верите ли вы что я равен аллаху если вы не верите что я равен аллаху тогда вы можете говорить так пожелали аллах и ты видишь видишь что с твоим мнением давай я проявлю больше уважения к тебе и скажу тебе нужно проводить больше исследований среди твоих глубоких исследований и пусть аллах наставить тебя